В настоящее время профессия военнослужащего приобретает все больший спрос среди молодых людей. Вероятно, это связано с более стабильным финансовым положением после завершения учебы и распределением к месту работы. В статье «Расскажем про выплаты военнослужащим при увольнении по выслуге лет в 2020 году», рассмотрим пример расчета. Заключив контракт на дальнейшую службу, контрактник может претендовать на получение ряда льгот. К таковым относятся льготы на получение жилищной площади. Читайте также статью «Компенсация за поднаем жилья военнослужащим в 2020». Возможность обучения и медицинского обслуживания и обеспечения. Льготы по оплате проезда. Выходное пособие при определенных условиях. Обеспечение формой. Возможность раннего выхода на пенсию, отслужив не менее 20 лет. Страхование здоровья и жизни при различных травмах. Санаторно-курортное лечение. Налоговые льготы. В первую очередь, военнослужащие могут рассчитывать на получение денежного довольствия, которое является основным доходом и дает стимул к службе. Денежное довольствие для военных – это та же заработная плата для гражданских. Состоит оно из двух частей – ежемесячный оклад по контракту и ежемесячный оклад по занимаемой должности. Дополнительно по итогу года или квартала могут выплачиваться премии. С 2015 года служащие могут получить компенсацию за работу во внеурочное время, либо дополнительный день отдыха по их выбору. Единоразовая помощь в конце года – занесение службы контрактникам по уходу в отпуск в основной либо по болезни один оклад выплата во время перевода в другую часть пособия во время командировок, связанных со службой особенности получения. Выплат за выслугу лет в 2020 году. Понятие «выслуги лет» включает в себя временной промежуток, который военный отслужил беспрерывно и который войдет в общий трудовой стаж. Эта норма установлена для того, чтобы определенные категории граждан могли получить надбавки Т. Е – денежные доплаты за отработанные годы. Такая денежная дополнительная надбавка прилагается к пенсии или заработной плате. Но не для всех российских граждан, кто может претендовать на получение на получение данной льготы, могут рассчитывать работники бюджетной сферы, специалисты органов исполнительной власти, гражданские служащие, военнослужащие. Такая надбавка за выслугу лет не может служить основанием, чтобы повысить зарплату трудящемуся. Она предоставляет возможность рабочему воспользоваться получением дополнительной денежной доплаты. Регулирование производится Трудовым кодексом нашего государства. Но в этом документе нет указаний на конкретно установленную сумму такой надбавки. Говорится о том, что и государственные организации, и негосударственные, прописывают этот пункт в своем уставе, например, в локальных нормативных актах ЛНА. Специалисты утверждают, что такие сверхотработанные годы могут суммироваться. То есть работник, имея прерванный трудовой стаж, возможность получения подобной надбавки не теряет. Когда он выйдет на пенсию, количество лет, входящих в выслугу, будет пересчитано и учтено при начислении пенсионных выплат, которые должны производиться каждый месяц. Читайте также статью. Муниципальная пенсия за выслугу лет в 2020. Критерии по выслуге лет. Чтобы воспользоваться правом на надбавку по выслуге лет, необходимо соблюсти некоторые критерии по возрасту, для женщин это 45 лет, для рядового состава военнослужащих 50, для капитанов 55, для среднего генералитета. 60 лет высший командный состав 65 военнослужащие, проходящие службу по контракту, получают денежное довольствие, которое включает в себя, официально установленный оклад по званию и должности дополнительные. Выплаты надбавка за выслугу лет как раз и относятся к дополнительным выплатам. Ее размер исключительно зависит от количества лет, которые военный отслужил свыше установленного законодательством нашего государства стажа трудовой деятельности. Размер ее устанавливается в процентном соотношении от оклада служащего. Лица, проходящие службу по контракту, могут заработать ее ранее положенного возраста, в связи с тем, что служили в горячих точках либо на Крайнем Севере, а также, отслужили полных 20 лет, дожили до установленного возраста и все время. Работали на занимаемой должности. Процентное соотношение по выслуге лет, размер надбавки в процентах до 2013 года, размер надбавки в процентах после 2015 года. Количество лет 5, 10, 25, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 46 месяцев, 1 год, 1, 2, 2, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 22, 22, 25, свыше 25, надбавка за выслугу лет пенсионерам. Пенсия с учетом выслуги лет в соответствии с существующим законодательством устанавливается в следующем размере, если она составит 20 лет, то 50% от оклада денежного довольствия, положенного военнослужащим, за каждый год который. Отслужит военный свыше 20 лет, 3% от оклада ДД. При этом общий размер надбавки должен превышать 85% этих сумм. Способы начисления дополнительных выплат. К 50% от оклада добавляют 3% за каждый ненормированный год, но не превышая 85% от оклада. Второй способ касается смешанного стажа, подразумевается наличие гражданского стажа наряду с воинским, к 50% от оклада добавляют 1% за каждый ненормированный год выслуги сверхслужебного срока, установленного законом. Третий способ касается инвалидов, что получили свою инвалидность по причине ранения, 85% от оклада. Однако не ниже чем 130% от стандартного размера трудовой пенсии или 50% для инвалидов третьей группы. Четвертый способ касается инвалидов, что получили свою инвалидность в результате перенесенного заболевания, 75% от оклада, но не ниже чем 130% от стандартного размера трудовой пенсии. Пятый способ для семей военнослужащих, что погибли во время военных действий, 40% от оклада или 30%, если гибель главы семейства никак не связана с боевыми действиями. Конечно же, при исчислении еще необходимо учитывать индексацию в своем городе. Читайте также статью «Порядок оформления выплат по случаю потери кормильца». Примерный расчет по выслуге лет для военных пенсионеров на примере рассмотрим начисление по выслуге. Полковник Солодки ММ. Уволен из рядов армии, где прослужил на должности командира бригады. При увольнении его выслуга составила 25 лет. База для начисления пенсии составила 60 тысяч рублей. В эту сумму входит оклад за полученное звание, в нашем случае это подполковник, 12 тысяч рублей, оклад за занимаемую должность, в нашем случае это командир батальона, 24 тысяч рублей, ежемесячная надбавка за выслугу лет, в нашем случае это 25 лет, 40%. Таким образом, величина надбавочной выплаты за выслугу будет 19 тысяч 800 рублей, на момент увольнения. Виды оклада, воинской должности и звания, классной квалификации. В 2017 году надбавка за выслугу лет выплачивается всем военнослужащим, которые этого заслуживают. Она исчисляется не только в денежном эквиваленте, но и в бонусных баллах к пенсии, если профессиональный стаж военного более 30 лет, 1 балл, свыше 40 лет, 5 баллов. Для военнослужащих граждан предусмотрена ежемесячная надбавка за выслугу лет в таком объеме, при наличии воинского стажа. Порядок оформления данной льготы. Надбавка для военнослужащих за выслугу лет начисляется на основании приказа командира, где проходил службу военной. Этот документ должен быть издан в начале года и не реже раза в год. В случае изменения должности и оклада, меняется и размер данной надбавки, соответственно, начисление по-старому прекращается до момента подписания нового приказа, затем пересчитывается. В приказе должно быть фамилия, имя отчества получателя звания, должность стаж службы или отдельно воинский, гражданский какой процент надбавки полагается для оформления военным пенсионерам надбавки, существует ряд условий, которые Необходимо соблюсти, на момент увольнения нужна выслуга 20 и более лет на дату увольнения, его возраст достиг 45 лет и общий стаж не менее 25, но при этом из них 12,5 лет должно быть на военной службе или по достижению предельного возраста, которому можно занимать данную должность, либо по состоянию здоровья ответы на поставленные вопросы. Вопрос номер один. Я военнослужащая, могу ли я по уходу на пенсию получить надбавку за выслугу лет? Да, в случае, если вы отслужили не менее 20 лет, вам положена данная льгота. Вопрос номер два. Я военнослужащий, собираюсь увольняться по выслуге лет, какие выплаты мне положены? Изначально вам положена пенсия по выслуге лет, а исходя из вашей ситуации могут быть начислены надбавки, также вы имеете право бесплатно пролечиваться в военном госпитале и наблюдаться в поликлинике. Основным является обеспечение вас неслужебным жильем. Видеосоветы. Что положено при увольнении военнослужащего? В видео раскрывается информация о том, что положено при увольнении военнослужащего, порядок увольнения, единовременные выплаты. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!